так а зачем факт установлен что вы внесли изменения подписи печать нет подпись директора и печать уже знаете как заключается договор не надо вы можете сотруднику полиции по ушам ездить мне это не надо ездить еще не приходили до не приходили еще не раз конечно отбились но ничего ничего страшного встретимся уже в рамках уголовного дела в суде если отказ будет да я вообще любитель и да знаете следите за моим творчеством откуда тогда знаете рассказываю да не у меня есть не только просрочки есть другие дела если заметили ну вот стоматологическая фирма кристалл три иска уже вот один час рассматривается другой будет 5 числа внутри ки на подходе не ну вам то я понятно что спасибо вам то денежку заплатит а так понимаю кристаллов мы должны радоваться друг другу что есть странно зачем тогда документы подделывать ну как вред какие оскорбления я же вообще никогда никого не оскорбляю понимаете если бы у меня было оскорбление если бы было оскорбление мне давно уже наказали но ведь никто не наказал пока вы что же все говорите что подойдите до меня в суд за видеосъемку этот с вашей стороны непрофессионально а подали суд подали ли в правоохранительные органы правоохранительные органы вам ответят что это компетенция гражданских отношений вам нужно тогда сделать видимость до работы ты видел ваши бумажки не не о чем которая так вы сделать сделайте то что вы обещали подайте на меня в суд ну я сделал я вышел из судебного заседания подал на вас заявление за про рекламируем ваши бухгалтерские услуги нужно а вы не допускайте что у человека несколько высших образований а я что-то говорил против доход 10 я заметил что вас это задевает задевает вот ваша реакция уже говорит об этом я почти продавали ничего не верну не прям смешно да я досконально все изучил что и с чем едят а почему вас так задевает этот тема бухгалтерских услуг задевает может потому что это ваш косяк не ну в том что вот в деле вот эти вот замечания вот даже возражениях когда пишите вы не можете конкретную сумму сформулировать какую вы все-таки вернули вы платежное поручение прочитать не можете не можете но я сейчас вас судебно заседание спрошу все-таки чтобы вы определились какая сумма вами была возвращена и какая сумма была вам перечислено так все таки чего вас так бухгалтерские услуги задевают вот заметьте я про вас ничего плохого не говорю а вы обо мне говорите плохо заметили я только задаю вопросы почему вас задевает тема бухгалтерских услуг нет нет конечно не должны просто просто спрашиваю не нужно меня вампирить не просто смешно понимаете так смеюсь уже не могу а вы уже и бухгалтер и юрист и психиатр да молодец 5 вот я заметил такую фишечку у кого много образования не как правило никто во всем ну я слава богу тоже не собираю а наказываю и делаю контент меня наказывают серьезно что ли серьезно ну давайте поживем увидим кого накажут да знаете я же не переживаю я как как бы прямо говорю да в нашей работе есть маленький нюансы в каких-то нормальных юристов у меня был нормальный риск кавычках который просрал уголовное дело и дело рассматривали мое отсутствие когда я сидел в изоляторе да да серьезно что ли да я не переживаю понимаете я знаю у нас у нас еще будет много я к вам бегу но просто скучно понимаете время идет думаю вас потроллить немножко потроллить вас хочу понимаете а вы так ведетесь вообще да да вот вы сказали что будете молчать о вас бомбит просто бомбит ничего просто говорю констатирую факт не констатирую факт не хотите воспользоваться 51 статьей конституции очень плохо что даже юрист не знают как воспользоваться вот для вас самое вам вот на данный момент лучше вот со мной не вести диалог а все-таки воспользоваться этой статьей хотя он совет как юрист говорю будете дальше продолжать дискуссию на давайте ну расскажите чуть интересно что еще обо мне узнали справки собирали про видео все узнали чем я занимаюсь что сидел что делал об то что я про вас у нашего бухгалтер так сказать в кавычках вы прям обиделись ну как не бухгалтера кто потому что это видно то что вы не юрист это точно но по крайней мере не по образованию 23 года юридического покажите покажите диплом покажите вы вообще читали читал знали не должны так он у вас есть так я об этом и говорю вы бухгалтер просто бухгалтер мне нет ни одну вы вы же за меня так переживаете чё раскусили вас до но не переживайте не в образовании дела а в опыте и знаниях так что тренируйтесь я думаю вас будет такая возможность со мной потренироваться конечно вот надо на длинной дистанции всегда выиграю поверьте да знаете чем голос кое-что то что сейчас не говорить это называется бла-бла-бла я просмотрел все судебные заседания в которых вы участвовали этого суда вы все дела проиграли по кристаллу все дела проиграли да правда даже даже те на которые вы ссылаетесь вы их проиграли а знаете как как суд если улитвериал частично потому что вы признавали иск и соответственно либо платили денежку так я читал эти решения лишь открытые да да то вы судились бы ляпнули что вы там выиграли какие-то суда и назвали номера дел я их посмотрел в этом проиграли все дела потому что нужно читать не никто что в конце а в середине по какому основанию суд отказал удовлетворение исковых требований потому что вы удовлетворили заплатили денежки вернули денежки почему вы здесь не хотите возвращать меня удивляется нет это уже понял я уже понял хорошо не переживайте у меня с вами первое дело у меня с у меня у меня с собой это телефон интернет можем затемную страницу вы покажете я такой указал вот сейчас на самом деле бла-бла-бла делаете такие есть ну тут уже мне кажется даже не в профессии дело в качество ваших да нет хороший бухгалтера а деваш свидетель вы же должны были сегодня свидетеля привести потерялся не мы все равно задерживаемся а чего не привели то захотели когда-то ходатайство или свидетеля привести и в итоге его потеряли да кто я ходатайство то зачем мне этот свидетель нужен у меня дело очень просто вам деньги перевернут перевели вы их верните все воспользуйтесь давайте чем быть экспертизу заявлять это здесь вообще ни при чем я соглашусь если честно я соглашусь только если это будет за ваш счет все прекрасно прекрасно я согласен мой мозг нужно изучать не ну вы же хоть вы же хотите мне экспертизу делать не знаю с какой целью так что если что я поддержу вас заявляйте я такого не говорил нет такого не говорил я такого не говорил вот вы обманываете нет да да вот записью это опубликовано послушайте вашей фантазии просто удивляют да просто сейчас смотрю что вы наговорите да и зависимости от того что вы наговорите можно это будет подвести под клевету или нет вот я смотрю где где-то лежат копится материал не переживайте скажите честно изучали эту тему до по 303 статьи комментарии читали не не знаете то есть для вас это в порядке вещей так исправлять документы и в суд предоставлять не понимаете плохо они заглянули планика да я сейчас еще похожу может быть какая-то новая мысль появится с вами обсудить больше не будете возражать нет за то время знать как быстро идет правильно красно денис это чего не заходишь что мне надо не думать а заходи в зал нам не дают у нас есть зритель 1 зритель это по зритель у нас нет зрителей судебном заседании у нас многие слушатели слушатели один из это не уходим куда в качестве слушателя он еще не начали я вынужден вести видеофиксацию данного права правонарушения на мой взгляд да с вашей стороны у нас судебное заседание сейчас еще не началось я хочу обратить внимание что данный гражданин хочет участвовать как зритель судебное заседание у нас открытое судебное заседание и поэтому я считаю что неправильно его выгонять все судебные заседания открытые проходит с участием любого желающего не важно сам но он пришел либо с кем-то еще я считаю что не неправильно выгонять час человека он ждал открытие судебного заседания длительное время и вы сейчас вы выставляете спасибо я могу не знать данного лица это просто человек если сейчас все желающие придут я буду заявлять о том чтобы они участвовали это их личное желание уважаемый суд с учетом того как у нас началось судебное заседание я вынужден заявить от вот считаю что суд пытается что-то скрыть потому что запрещает зрителям следить за ходом судебного заседания какие основания у вас для отвода суда предусмотрены статью 16 гражданского профессионального кодекса российской федерации я считаю что судья не объективен пытается что-то скрыть что конкретно не знаю не знаю после моего отвода я заявлю еще ходатайство ведение видеосъемки разрешается заявленное ходатайство суд не находит основание удовлетворения для отвода суда основание предусмотрено статьей 16 гражданского процессуального кодекса российской федерации в данном случае не имеется в связи с чем ходатайство из-за представителя из-за признается необоснованным еще какие-то ходатайство до ходатайство вести видеосъемку потому что открытое судебное заседание я считаю что должно нужно как это фиксировать что происходит что данные видеосъемки он выставляет качество рекламных своих проектов в соцсетях говорит о том что он выиграл все суды предлагает свои услуги я бы даже сказал навязываем мы категорически возражаем против видеосъемки я не хочу что мои персональные данные в том числе биометрические то есть моя внешность мой голос демонстрировали где либо в том числе Shit суда разрешает заявные о ходатайство с учетом положения статьи 10 гражданского процессуального кодекса российской федерации суд не находит основания для ведения видео записи судебное заседание как предусмотрено и у нас статьи 10 гражданского процессуального кодекса российской федерации видео запись ведется только с разрешения председательствующего аудио запись и стороны могут ввести и без разрешения и 92 wandone отказ вести видеофиксацию не обоснован на что обращал верховный суд просто желание хочу не хочу здесь неуместно считаю что это является основанием для отвода потому что повторюсь судья что-то хочет скрыть повторно отвод заявляется уважаемый суд мы считаем что основание которое указывает представитель лица не обоснованы никакой нормы закона то есть это просто я не хочу чтобы поседатель стал этот человек этот судья основание для отвода мы не верим суд разрешает заявленное ходатайство соответствии с статьей 16 гражданского процессуального кодекса российской федерации у нас основание для отвода суда в случае если имеются объективные сомнения в беспристрастности суда а также если является родственником либо свойственником одной из сторон лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела в настоящем деле таких обстоятельств не имеется в связи с тем в связи с этим суд отказывает удовлетворение ходатайства об отводе суда еще ходатайства ну на данный момент у меня нет ходатайств единственное мы откладывали судебное заседание связи с тем что должен быть какой-то свидетель я его не наблюдаю это понимание не имеется скажите пожалуйста у вас с вашей стороны присутствуют слушатель кто этаж данный слушатель вы желаете чтобы данные слушатель присутствовал в судебном заседании я не могу отвечать за всех слушателей пожалуйста вы желаете присутствием с вы желаете вести видеозапись а вот это вот у вас что здесь в кармашке телефон камера направлена ведете аудио видеозапись пожалуйста мнение стороны ответчика в основании присутствия в данном судебном заседании слушателя мы не выражаем тут считает возможным допустить в качестве слушателя данное лицо представьтесь хотя бы на свой дом с чьей стороны его со стороны истцам слушатель просто с улицы подошли да хорошо присаживайтесь да уважаемый у нас есть подача о назначении судебной медицинской экспертизы потому что мы считаем что у нас есть и основания полагать что и представители сам велось сам заблуждение другого выхода из создавшегося положения мы не видим кроме как проведение экспертизы мы уверены на сто процентов что услуги были оказаны и я думаю что медицинская судебная экспертиза подтвердит удаление этих все-таки зубов там же там конкретно было удаление двух зубов скрыть это невозможно нарастить их тоже сейчас они заново не вернутся поэтому мы считаем что это единственный вариант учитывая то что как уже неоднократно высказывался представитель истца что его гонорар зависит от количества судебных заседаний мы считаем что растягивать смысла нет опять же таки документально все слова не подтверждены представителем истца то есть это просто слова не основаны ни на чем поэтому мы считаем что в данном судебном заседании вернее в данном случае не дело единственный вариант решения вопроса это проведение назначение и проведение судебной медицинской экспертизы данное ходатайство вы заявляете еще до начала судебного разбирательства да уважаемый суд ну дабы не затягивать а явка свидетеля обеспечена явка свидетеля на данный момент она не является сотрудником клиники она сейчас находится в другом городе по сумейным обстоятельствам не случилась небольшая трагедия когда она будет здесь и непонятно и связи у нас не не предполагается что через две недели она является но пока вот она не является работником клиники у нас для нее нет никакого года суд объявляет перерыв в судебном заседании 5 минут плохо стало да понятно что вы это аккуратненько будьте так это не надо так эмоционально реагировать не корову же делим а чё тянули так с экспертизой так только сейчас решили подать вам же отказали нам не отказали нет нам сказали подготовить вопросы мы подготовили и выбрать знакомили меня нет с вопросами так давайте может не тянуть резину я сейчас почитаю подростки говорить подростки ой да что же вот так прямо прям вы так прям не неравнодушно сразу видно ко мне относитесь ну естественно естественно ну почему всем пока что к вам вы за всех отвечаете за всех все нормально не переживайте какая разница как я себя веду вот такой вот я понимаете вот такой непрофессиональный а вы себя профессионально ведете я вот каждый раз замечаю как у себя профессиональные профессиональные ведете ой печалька то какая сейчас будет смотреть по поводу экспертизы гпк подсчитывать есть ли основания ну конечно основания нету основания нету это недопустимо доказательство но ничего не доказывает еще что она доказывает что вы хотите доказать этой экспертизы вот конкретно что какое-то имеет отношение к договору а вы тупая я не стесняюсь спросить я прямо спрашиваю я вообще что я хочу этим доказать да наверно то что вы живете если только заказать и ноги там человека может быть все что угодно после вашей клиники но он не должен перед вами отчитываться что он и где в какой клинике что делал просто вас договоре прописано как нужно было делать нужно делать снимочки акты выполненных работ вы подписываете и так далее этого ничего нету я читал ваш односторонний читал который был который был сделан уже после того как договора уже прекратила действия да о котором вы сказали что это бесплатно вы подтвердили суде что это бесплатно вот так уже говорили вы про то про четыре с половиной тысячи правильно а про что так там нету подписей не там есть фальсификация до этого документа есть по кирки там не надо земля там и так видно там берем 2 до и после выносили выносили туда изменения хотя в договоре сказано что любые изменения вносятся соглашением сторон да и вообще-то документ это не план лечения но даже услуги не перечислены по вашему прайс и вашем договоре почему-то не приложена неотъемлемая часть потому что это ничего не доказывает это ничего не доказывает к тем работам которые мой клиент сделал либо может сделать либо будет делать вы не имейте никакого отношения я понимаю вы что хотите установить я сейчас это не нет никакого отношения где абсолютно правда мне интересно как вы собираетесь проводить экспертизу силы человека заставлять основания вообще какие я начал деньги заплатить за экспертизу а потом мы откажемся да но сначала деньги заплатить и все назначить и да что посмотрим 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 еще пока что не натворили ваше ходатайство вы раньше времени надеетесь на чудо хотя я ничему не удивлюсь если от меня требуют ходатайство о том чтобы я заявил ходатайство чтобы зрители участвовали это уже что-то с чем-то понятие зрители но кто лучше ну пускай слушатели кто-то смотрит кто-то слушает по-разному бывает но я не должен за каждого человека с улицы ходатайство чтобы можно посидеть послушает или посмотрит в чем должен я был такой ходатайство заявлять они вы я просто констатирую факт как у нас процесс идет понимаете ничего не заметили а я заметил давно еще с предыдущих судимых заседаний как судья вам на мой взгляд подыгрывает но любой профессионал на это не обращают внимание я посудим выравнике сюда уважаемый суд я категорически возражаю есть определенные средства доказывания в частности экспертиза не может ничего доказать потому что в рамках договора должны быть проведены конкретные услуги конкретные работы оказаны и на сегодняшний момент в деле отсутствуют все неотъемлемые части этого договора вот в частности если мы смотрим пункт 8.3 перечень платных медицинских услуг пациентов план который они ссылаются в нем тоже ничего не указано какие конкретно работы согласно прайсу то есть мы на данный момент вообще непонятно что обсуждаем все очень просто человек пришел в клинику по рекламной акции перевел деньги опять же деньги перевел не он сам я просто я я объясняю что если какие-то работы сделаны либо будут сделаны это не означает что человек сидит дома и не делает со своим ртом ничего понимаете никакая экспертиза не может подтвердить и там установить стоимость объема и тому подобное в рамках нашего договора нашего дела согласно с вами а скажите пожалуйста это может подтвердить настолько Ольга Ивановна отдел нас incorporate ванна суд неоднократно настоятельно рекомендовал полицам не является судебное заседание связаться по телефону с ней суд не имеет возможности паша обязательнее послушайте пожалуйста показ80 заявление от ее имени а ее воли и заявления на подачу изг engineer суда также нельзя кроме того на связаться по телефону суд также не имеет с ней возможности. Телефон у нее неактивен. В связи с чем у суда возникают определенные сомнения. Скажите, пожалуйста, Ольга Ивановна находится в Мурманске? Ольга Ивановна находится в Мурманске. Более того, я повторюсь, я неоднократно повторялся и сейчас еще раз под аудиопротокол я выражаю мнение Горисской Ольги Ивановны о том, что она говорит в моем лице, что никакие услуги ей не оказывались. В рамках договора она никакие услуги и работы не получала. Но вы согласны с тем, что непосредственно участник данных событий может подтвердить или опровергнуть данные обстоятельства? Она это и делает. Она делает в моем лице, она опровергает доводы ответчика о том, что ей что-то оказывалось. Понимаете? Я это говорю в каждое судебное заседание, я говорю, что не было этих работ. И мы все равно пытаемся вокруг этого говорить, что мы вам не верим, Мамаев врет, он плохой, у него там то-то, то-то, то-то в социальных сетях и тому подобное. Я вам еще раз говорю. Сейчас мы говорим вообще о социальных сетях, а я вам говорю. Мы говорим про предмет доказывания. Вы говорите о том, что работы никакие не выполнялись, ответчик доказывает обратно. И в этом случае суд, как раз определяя все необходимые обстоятельства, подлежащие доказыванию, суд вам говорит, что Горицкая Ольга Ивановна должна подтвердить, либо опровергнуть то, что ей оказывались, либо часть каких-то услуг медицинских, либо полностью не оказывались, либо оказывались. Уважаемый суд, я, может быть, что-то не понимаю, но согласно Гражданскому постановленному кодексу она имеет право вести дело лично, либо через представителя, что наличие представителя не исключает ее право также участвовать в судебном заседании. Она выбрала тот способ, который вот на данный момент мы имеем в судебном заседании. То есть она ведет дело через представителя. Все объяснения, которые я даю, они все согласованы. Это позиция моего доверителя. Понимаете? Я неоднократно говорю, что не было никаких работ, услуг оказано. Именно в связи с этим было подано соответствующее уведомление, соответствующий иск подан. Все. Что мне как надо говорить? Вы возражаете против назначения судебно-медицинских? Возражаю, потому что эта экспертиза не в рамках нашего дела, потому что у нас предмет совсем другой. Понятно. Хорошо, вы высказались. Пассаживайте. Суд считает необходимым оставить данное ходатайство на разрешение позднее. И также разрешается вопрос о возможности перейти к рассмотрению дела по существу при данной явке. Пожалуйста, мнение представителя истца. Я не возражаю. Мнение представителя ответчика. Уважаемый суд, у нас опять отсутствует ходатайство истца о том, что рассмотреть дело без ее участия. Поэтому мы возражаем. Мы настаиваем на присутствии истца, потому что есть очень много вопросов, которые представитель не может нам пояснить. Он просто стоит на своей позиции и говорит нет и все. Поэтому мы считаем, что без участия истца данное дело рассмотреть невозможно. Я готов ваши вопросы передать. Если я вдруг на какой-то вопрос не отвечу, я могу его передать. Я от вас не слышал никакого вопроса, на который я не могу ответить. Назовите. Вы обращаетесь к суду? Вы мнение свое сейчас? Я, конечно, против. Мы уже рассматривали данный вопрос. Уже было вынесено, скажем так, определение по вашему ходатайству. Это право, а не обязанность истца вести дело через своего представителя. Что она и делает. Зачем мы каждый раз возвращаемся к одному и тому же? Суд считает необходимым слушание по делу отложить, направить истцу заказное уведомление, разъяснить обстоятельства, подлежащие доказыванию, обязать явка истца в судебном седании для дачи пояснения относительно тех услуг, которые были оказаны либо не оказаны истцу. Ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы суд оставляет на разрешение в следующем судебном заседании. У меня будет возражение до того, как вы объявите, на какое отложено. Значит, у меня возражение для аудиопротокола, протокола как угодно, соответственно, в случае чего я буду это использовать. Я считаю, что на данный момент повторное рассмотрение того же самого вопроса со стороны ответчика – это злоупотребление процессуальными правами и неуважение не только к суду, но и к участникам судебного заседания. Это первый у меня. Второй момент. Как в предыдущем судебном заседании вы заметили, уважаемый судья, это право, а не обязанность. И обязывать можно должностных лиц соответствующих органов, но никак не моего доверителя. Женщины, которой там очень много-много лет и которая в принципе я запрещаю, и она не явится сюда, это я повторяю. Я ее сын и тому подобное. Ради бога, я готов в следующее судебное заседание за ее подписи, под видеозапись, с видеозаписи, где она пронесет эти слова, все это распишется. Но она здесь не будет участвовать и переживать, понимаете, за все вот это. Она и так страдает достаточно сильно, и тот моральный вред, который мы заявили в размере 60 тысяч, это копейки. Другой мой, скажем так, их пациент, мой клиент, заявил 300 тысяч, он в больницу попал за того, что когда он узнал, ну, осознал вот эти вот 610 тысяч кредита и потом еще 130 с чем-то тысяч взяли за расторжение договора, она попала в больницу. Давайте мы не будем, вы снова возвращаетесь все время к другим каким-то... Я вам объясняю. ...и сам другим клиентам, мы сейчас говорим конкретно об СССР. Так вот, у нас исковое заявление, еще раз суд вас обращает внимание, подписано представителем по доверенности. Да. Истец своего волеизъявления на то, чтобы без ее участия в судебном заседании она не давала. Пояснение ИСЦА суду необходимо для того, чтобы выяснить существенные вопросы, те обстоятельства, которые подлежат доказыванию, в связи с чем явка ИСЦА необходима. Уважаемый суд, я еще раз... Так, вы уже высказались, уважаемый представитель ИСЦА... Ну, возражение тогда. Я могу подавать возражение сколько угодно и назовем это возражение. Суд в праве ограничить ваше выступление, вы уже выразили... Это не выступление, это возражение. Суд... То есть вы мне запрещаете давать возражение. То же самое говорите, что вы говорили в прошлом судебном заседании. И в этом судебном заседании вы уже высказались какие-то новые... Потому что я считаю, что вы на данный момент, уважаемый судья, злоупотребляете нормами процессуального права и трактуете их не в пользу, скажем так, законности и интересов, а заняли конкретную позицию ответчика в данном случае и пытаетесь заставить человека сюда прийти и оказать на него какое-то давление. У меня в доверенности четко прописано, что я уполномочен подавать исковое заявление. Я это сделал. Более того, я вам предложил принести в следующее судебное заседание видеозапись, конкретно ее подписанный документ о том, что она, то, что я вам говорю, подтвердит это все, что она не будет участвовать в судебном заседании. Ну, вот понимаете, пока мы сейчас были, мою доверительницу называют психически больной, ограниченно дееспособной. Это все зафиксировано. Я вас предупреждаю, это все зафиксировано. Понимаете? Я не хочу лишнее рассказывать о моей доверительнице. Это не имеет никакого отношения. Не хочет она и не будет участвовать. И никто ее не заставит. Даже, уважаемый суд, вы ее не заставите. А заставите, я не знаю, каким образом вы заставите. Это более изъявление истца. И тем не менее, у нас председательствующий руководит процессом. Согласен. И именно председательствующий определяет, какие обстоятельства подлежат доказыванию. Стороны могут в обосновании своих возражений ссылаться на какие-то обстоятельства. Но именно суду предоставлено право определять те обстоятельства, которые в данном иске и в данном гражданском деле подлежат доказыванию. Поэтому суд, еще раз вам повторяю, откладывает судебное разбирательство. Я могу сказать, высказать своему отношению? Достаточно, уважаемый представитель. Тогда в качестве возражения. У нас судебное заседание. Вы уже, суд ограничивает ваше выступление. Вы уже высказали все возражения, которые вы могли высказать. Мои возражения за то, что вы мне ограничиваете. Я это все сделаю в письменном виде, как вы мне рекомендовали. Спасибо. Значит, судебное заседание суд считает необходимым отложить на 12 мая 9 часов 20 минут. Сузов стал им повторить, что судебное заседание является запретным. Прошу. Беспредел на судебном оборудовании. Да нет, посмотрим. Может быть, нормально все будет. Нет, то, что она подыгрывает, это видно. Да? То, что подыгрывает, это видно. Да, конечно. Ты сказал, что они и будут присутствовать. А на все равно. Они эту тему педагируют каждое судебное заседание. Причем вот нахрапом, нагло. Да, беспределы вопроса, действия, беспределы. Честно, я как бы его не ожидал. Ну, ничего не получится, она снова не будет. А? У них не получится, она не придет все равно. А нет, принес. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok